Насчёт Косова, и президент Путин, и ваш покорный слуга, всегда, когда мы встречаемся с руководством Сербии, говорим, что мы поддерживаем и поддержим ту позицию, которую выберет сербский народ, сербское руководство. Мы видим, как над сербами издеваются. Если брать косовскую проблему, в 2013 году при посредничестве Европейского Союза была достигнута договорённость между Пришкиной и Белградом о создании сообщества сербских муниципалитетов Косова. Там всё было расписано, какие у них права, как они организуют свою жизнь, обеспечивают правоохранительные функции, язык, образование, школы, церкви. Прошло уже больше 10 лет, ничто не изменилось, и тупик выполнения этой договорённости, которую Евросоюз преподносил как своё величайшее дипломатическое достижение, тянется уже долго. И Евросоюз ничего сделать не может. Единственное, что они сейчас смогли, как я понимаю, сделать, это они придумали Евросоюз в угоду господину Курти, в угоду Приштине. Они сейчас переписывают эту договорённость о сообществе сербских муниципалитетов Косова, переписывают таким образом, чтобы не было никаких прав у сербов на севере Косова. Чтобы эти права были абсолютно какими-то искусственными. А реальная власть должна оставаться у албанцев. Это стыдно Евросоюзу, конечно, должно быть, потому что они так-так били в литавры в 2013 году, что вот мы добились, вот всё, проблема Косова решена. Ничего подобного. И сейчас, точно так же, как по любому другому вопросу, когда надо выполнять договорённости, они отрабатывают назад в пользу той стороны, которая им ближе в данном конкретном случае. А ближе им, конечно же, косовские албанцы. Потому что они поклялись в верности, они хотят и в НАТО вступать, они везде хотят вступать. И будут верно следовать указаниям Евросоюза, если только потом не взорвётся албанская проблема на Балканах. Продолжение следует...